Тайны фонда SCP, бесконечная генерация уровней, интересные квесты все это есть в игре на Android The Lost Signal SCP, которую пилю я сам, когда не пилю видео на этот канал. Качайте игру, играйте в игру. Я говорю так не потому, что это поддержит этот канал. Ваша участь в загробной жизни определится. Ссылка в описании. Всем привет! Очень много самых разных SCP, в основу которых положено что-то реальное, а то и вообще описывающих реальные вещи. Например, SCP-169 Левиафан, который по описанию объекта является гигантским морским чудовищем неизвестного вида и которое живет под водой и издает странные звуки. Приложение 0-20. В 1990 Национальное управление океанной атмосферы, американское научное агентство, не знающее о существовании организации и не связанное с ней, зарегистрировал под водой звук на ультранизкой частоте, источник которого располагался в южной широты и в... западной долготы, приблизительно в... километрах от юго-западного побережья Южной Америки. Знаете, что самое интересное в этом приложении? Что это чистая правда. В 1997 году Национальное управление океана и атмосферы в США действительно зафиксировало такой звук. Он известен как The Bloop. И звучит как-то так. Этот звук прозвучал крайне громко и сразу же было предположено, что его издало неизвестное гигантское животное. Источник звука был грубо определен как 50 градусов широты и 100 долготы. Вы можете видеть это место на карте. Так что секретные данные фонда уже куда-то утекли. Для того, чтобы скрыть правду, фонд SCP... Для того, чтобы понять суть этого явления, было изучено множество подобных звуков. Оказалось, что это не может быть никакое известное подводное животное. При такой силе звука оно должно быть просто гигантских размеров. Так что же это за звук такой? Сопоставив похожие звуки, было высказано предположение, что это ломаются гигантские массы подводного льда в результате подводного землетрясения. Или это удар гигантского айсберга о дно. Другая расхожая версия гласит, что это испытание мощной подводной бомбы. В общем, расходимся. Здесь не на что смотреть. Фонд уже работает над этой утечкой. Среди объектов SCP довольно много аномальных торговых автоматов. Например, SCP-261 представляет собой торговый автомат, который вполне исправно торгует разными товарами. Но при разборке всегда оказывается пуст. Непонятно, как выдаваемые автоматом товары попадают туда. SCP-261 привлек внимание фонда после расследования городской легенды о волшебном торговом автомате, которое ходило по интернету. SCP-261 нашли на задворках крупного торгового центра. К нему был прикреплен листок с надписью «Не работает на японском». На SCP-261 нет никаких пометок или опознавательных знаков. А местные жители не помнят, кто и когда его поставил. Внутри SCP-261 представляет собой обычный торговый автомат для продажи еды и напитков. Специально сделанным ключом была вскрыта передняя панель. Внутри не было обнаружено ничего аномального. Также выяснилось, что на лотках SCP-261 никогда не было ни еды, ни напитков. Блок клавиш присоединён верно и работает, но не активирует механизмы подачи товара. Для задействования SCP-261 следует опустить в него деньги и ввести четырёхзначное число на блоке клавиш. SCP-261 выдаст случайный предмет. Оказывается, это довольно популярная городская легенда. Например, портал Vice рассказывает о таком автомате в Сиэтле. На сайте говорится о том, что недалеко от заброшенного детского госпиталя стоит торговая машина, запасов которой никогда никто не пополняет. Однако она всегда готова выдать банку колы покупателям. Историй об этой машине довольно много. На одном из сайтов мне удалось найти даже её точный адрес. Она находится в Сиэтле на Джонс-стрит, как показано на карте. Рассказ о встрече с этой машиной есть даже на сайте Coca-Cola, что уже намекает на то, что это может быть спланированной маркетинговой акцией. Или серьёзной утечкой информации. Каждый раз, когда кто-то нажимал на загадочную кнопку, из машины выпадали разные напитки. Некоторые связаны с фирмой Coca, некоторые нет. Каждый раз, сделавшие это, люди смеялись и пожимали плечами. Они пили газировку и шли дальше счастливые. 30 июня 2018 года появилась новость о том, что сиэтлский торговый автомат пропал. Я думаю, что он был доставлен в зону номер и изучается доктором. Так что переходим к следующему артефакту. SCP-227 это бронзовый заводной механизм. Размеры 10 см на 16 на 26, вес 5 кг. Объект в чём-то похож на реконструкцию антикерского механизма, незавершённого и подвергшегося сильной коррозии греческого артефакта, время создания которого предположительно 100-й год до н.э. В отличие от данного артефакта, SCP-227 был найден неповреждённым и, соответственно, находится в рабочем состоянии. Одной из причин этого является то, что его нашли на суше в... ...а не на дне моря. Однако отсутствие существенных повреждений объекта всё равно примечательно. Предварительные испытания SCP-227 показали, что, возможно, он способен чинить себя сам с течением времени. Дальнейшие исследования в этом направлении ожидают одобрения сотрудников О-5. И знаете что? Такой древний механизм действительно существует. В 1901 году на дне моря были обнаружены останки древнего судна, которое затонуло между 200 и 100 годом до н.э. Помимо прочего, на этом судне было найдено устройство, состоящее из множества шестерёнок, имеющее стрелки. Адептам часовой ортодоксальной церкви бы очень понравилось. Примечательно, что это вообще первое известное устройство, состоящее из шестерней, и для первого такого устройства оно подозрительно сложное. Этот факт создал несколько прикольных теорий о путешествиях во времени, но позже некоторые механизмы, описываемые в греческой литературе, были опознаны как подобные антикитерскому механизму устройства, то есть строительством таких штук древние занимались. Так ты просто пойди разбери, что у них миф, а что реальность. То там мужик на горе молнии метает, то бабы со змеями на голове всех камень превращает, то вот штука стрелками сама крутит и что-то там предсказывает. Однако штука оказалась реальным изделием. И это не какие-то там часы, это целое вычислительное устройство, которое, согласно новейшей реконструкции, могло отслеживать множество астрономических явлений. Русская Википедия утверждает, что устройство отслеживало 42 параметра, и, кажется, я нашел отсылочку в Википедии. Устройство предсказывало появление разных небесных тел, показывало, в какой сфере сейчас луна, какой сейчас день. Предположительно могло использоваться как очень точный способ понять, где ты сейчас находишься. Такой вот древний GPS. И куча всего еще. И да, это сделали древние греки. Современные европейцы сделали часы примерно в 1300 году. SCP образовательный. И последнее, это история о маленьком ублюдке. Не знаю, о чем вы подумали, но речь о SCP-объекте, которому так и не был присвоен номер. Это машина. Porsche 550 Spyder. С цифрой 130 на ней и надписью «Маленький ублюдок». Она была найдена на дороге без водителя. И после того, как обнаружилось, что она может превращаться в груду металлолома и обратно в целую машину, ее поместил на содержание фонд. Машина принадлежала актеру Джеймсу Дину. Джеймс Дин – это реальный актер, который знаменит своей крайне загадочной смертью. В 1955 году он участвовал в гонке в Санта-Барбаре на том самом маленьком ублюдке из SCP. Вернее, участие в ней он принять так и не смог. Механик завода Porsche посоветовал актеру покататься на машине перед гонкой по трассе, чтобы к ней привыкнуть. Актер разогнался слишком сильно и разбился. Машина после аварии превратилась в груду металлолома. А сам актер умер от тяжелых ран. Примечательно, что механик Porsche, что ехал вместе с ним, остался жив и после лечения в больнице полностью выздоровел и уехал в Германию. После этого случая несколько жутковатых совпадений породили городскую легенду о проклятой машине. Дело в том, что незадолго до аварии актер снялся на маленьком ублюдке в социальной рекламе, где говорил, что быстрая езда по трассе может быть опаснее гонок. Эта реклама выходила практически в одно время с новостями о его смерти. То есть вот вам сам секс-символ того времени говорит о том, что быстро ездить опасно, и вот он же в виде фарша в своей разбитой гоночной машине. Проклятая машина сразу привлекла любителей паранормального. Ее купил Джордж Баррис. После этого маленького ублюдка видели то целым и невредимым, то полностью разбитым в разных частях США. По стране поползли слухи о том, что проклятая машина колесит по стране и забирает души. В 1960 году машина даже попала в аварию, в которой погиб водитель грузовика. В 1974 году ушлый Баррис выпускает книгу «Cars of the Stars», то есть машины звезд, где рассказывает о проклятом автомобиле. Казалось бы, вот и разгадка. Ушлый писатель организовал масштабную мистификацию и под конец решил срубить с нее бабла. Но машина к тому времени успела загадочным образом пропасть. Сам Баррис утверждает, что ее украли, хотя мы-то знаем, конечно, что она была изъята фондом, но по какой-то причине никто не проявил к ней большого интереса и даже не присвоил номер SCP. Так что она пылится на складе зоны. Кстати, забавно, что фирма Volvo предлагает тому, кто сможет указать, где находится маленький ублюдок, 1 миллион долларов. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok